И снова приветствуем нас в наших стенах, в нашем популярном историческом, культурном и алкоголическом обзоре. В этот раз речь пойдет об еще одном историческом пиве. Об еще одном пиве, которое, можно сказать, что вновь вошло в моду, а фактически оно из нее и не выходило у настоящих любителей. Итак, фамасские красные эли и тому подобные кисляки. Увидев надпись «Кисляк», увидев надпись «Пиво», увидев надпись «Бреттонимус», то есть те самые расы дрожжей, которые делают пиво спонтанного брожения, бельгики воскликнут «Ура!», любители бельгийского пива скажут, что мы такое пиво пьем давно. Но, тем не менее, кислое пиво «Фламанский красный эльф» в данном случае мы имеем дело с одной стороны традиционным, с другой стороны нетрадиционным пивом. Это «Бургунь де Фландер», пиво, которое можно наряду с «Брюксизот» охранять как «Городское пиво Брюкге». «Городское пиво Брюкге», вот на нем даже эмбилема Бирфроя из «Брюкге», всем давно известного по забавному фильму. В XVIII век начинается расцвет бельгийского, не то что он никогда и не останавливался, бельгийского пиво Брюкге на территории Брюкге существует огромное количество пиво Брюкге, начинает развивать пивоварение, постепенно открывать свои производства, и в 1819 году пивоварня «Де Оз» получает разрешение разместиться в центре Брюкге. Они начинают варить традиционный фламанский красный эль, тот самый фламанский красный эль, который мы любим за счет его выдержки в бочках, за его кисловатый винный вкус, за его фруктовые оттенки, за его необычные винные такие ноты варится это пиво, производится, пользуется большой популярностью, как в сказке «У отца было три сына». Три сына все так получилось, что были пивоварами, и в какой-то момент, а именно на рубеже уже XX века, в Брюкге существует три пивоварни, принадлежащие трем сыновьям, которые варят одну и ту же марку пива, и все принадлежат одной и той же семье. И все они варят тот самый Бургунде Фландер. Что в то время представлял себя Бургунде Фландер? Это смесь старого и молодого темного элей, кислый, винный, ароматный, достаточно не сильный по алкоголю, но в то же время веселый фламанский красный эль. Наступает Первая мировая война, две пивоварни закрываются, пивоварня Д-Ос остается, продолжает варить по тем же самым рецептам, наступает Вторая мировая война, но, к сожалению, пивоварня накрывается медным тазом. Медным – это не фигура речи, дело в том, что немцы ликвидировали все медные части, мед – это стратегический металл, а большинство пивоваренных либо в Первую мировую войну в Бельгии было разрушено. Семья Д-Увр безутешна, пивоварню не восстановить, а если восстановить, то денег на нее нет, поэтому они начинают искать, куда бы передать свой семейный рецепт, и в результате передают ее на пивоварню, о которой мы с вами уже рассказывали, на пивоварню Верхахе, ту самую пивоварню, которая ныне производит сорт Дюшес де Бургунь. Но, тем не менее, в течение 20 лет по рецепту Бургунь де Фландер производится на пивоварне Верхахе, после чего семью начинает не устраивать качество. Они говорят, что мы не такой рецепт вам давали, в ответ начинается, я художник, я так вижу, я вижу этот сорт именно таким. Семья забирает рецепт, на что пивоварня Верхахе справедливо абсолютно замечает, что рецептик вот он, ручки вот они, мы будем продолжать варить тот же самый фраманский красный эль. Но назовем его по-другому, не будем называть его Бургунь де Фландер, будем называть его, ну скажем, Дюшес де Бургунь. Так и получилось, Дюшес де Бургунь до сих пор радует нас, но рецепты начинают расходиться в различные стороны. Семья де Увр вмечится по всей Бельгии, находит контрактников, и в конце концов приходит к тому рецепту, который мы пробуем сейчас. Она приходит на пивоварный Тиммерманс, и что происходит? Вместо того, чтобы готовить темный эль различной степени выдержки в бочках, они подумали, почему бы нам не смешать его с уже готовым ламбиком. Белальний Тиммерманс, старейший на нынешний момент выживший производитель ламбиков, соглашается, в результате рождается тот напиток, который мы пьем сейчас, а именно, это смесь темного эля с ламбиками. То есть получается, это такой вид смешанного брожения, в отличие от других фраманских красных элей, которые получаются брондированием элей различных годов выдержки. Тем не менее, кислоту ламбик дает, некую дикость ламбик дает, небольшой бочечный вкус за счет того, что сюда добавляется ламбик, он дает. Мы получаем достаточно интересный напиток с его винными оттенками, с небольшим бочечным привкусом. К сожалению, настоящий бургунде франдер, совсем кислый, совсем такой диковатый, можно попробовать только на месте. Для большого рынка, пока что пивоварня считает то, что народ не созрел, поэтому его чуть-чуть подслащивает, добавляет тростниковый сахар. Поэтому бургунде франдер слегка более сладкий, чем могло показаться настоящим любителем. Происходит дальше еще более интересная компания Тиберманс, приходит под контроль Джон Мартинс. Джон Мартинс нам известен как возрождатель сортов и строитель пивоварин. Происходит еще одно чудо. Буквально месяц назад, прямо в центре Брюгге, открылась та самая пивоварня, на которой варится тот самый бургунде франдер. И теперь можно поехать в Брюгге и с видом, кстати, на Берфрой, на ту самую колокольную башню, попробовать тот самый напиток. Тот самый напиток – это бургунде франдер франдер, франдерский красный эль. Не очень крепкий, он всего 5 градусов. Винные оттенки. Кто-то чувствует уксус, если это уксус, то это скорее яблочный или виноградный уксус, а не тот, с которым приправляют, скажем, пельмени. Очень фруктовые оттенки, слегка сротковатый. Немножко шоколадка, немножко сухофруктов. По праву, один из самых интересных франдерских красных элей, который можно попробовать у нас, в том числе иногда и в разлив. Так что приходите, пробуйте и любуйтесь на вот этот вот замечательный Берфрой города Брюгге.